Теперь и сосулек стало меньше, говорят жители, глядя на новую крышу. Ее заменили по программе капремонта. Старая шиферная кровля на доме номер 5 по Георгия Ратнера преобразилась в металлическую. До ремонта крыш и чердак были в плачевном состоянии. Дому уже полвека. Вы знаете, вот такой большой ремонт первый раз у нас. Крыша у нас стекла на пятом этаже. Сейчас вот отремонтировали, но весна. Капиль покажет качество. Вот, что материалы, которые я видела, разгружались, были очень добротные. Программа капремонта добралась до самых отдаленных уголков Самары. Это дом 60-х годов постройки в поселке Зубчининовка. Зимой, жалуются жители, стены продувает насквозь. За два месяца бригада из четырех рабочих привела здание в порядок. Мы, когда пришли на этот дом, он был весь, будем говорить, убитый. Мы приступили к работе, то есть утеплили его, потом заармировали стены, а потом задекоративили и покрасили. В фонде капремонта подвели статистику. Чаще всего жители просят поменять инженерные сети, отремонтировать крышу или фасад. За четыре года работы программы определился и список надежных подрядчиков. Есть компании, которые так и остались у нас работать. Есть компании, которые отсеялись, потому что не выдержали конкуренции, требований, которые требуют мы и жители. И довольно-таки многим сложно стало работать и отсеялись автоматически. В прошлом году по программе капремонта сделали более тысячи домов. На 2017 год запланировано почти столько же. Девять домов уже готовы, еще 60 в работе. Валерия Макарова, Максим Гусев, События.